Праздник Господень Сам праздник отмечается через 7 недель после праздника Песох, который тоже называется праздником Господнем. Отсюда и название Шавуот недели. Но чему этот праздник посвящен? В честь чего? Вообще стандартный сценарий еврейского праздника примерно такой. Хотели убить нас, не вышло, так давайте же это отметим. Ханука, Пурим и Песох устроены именно так, по этому сценарию. В разное время и в разных местах в Египте, в Персии, в Эрес-Исраэль были самые разные деятели, фараон, оман, антиох, греческий царь, которые хотели нас уничтожить разными способами. Физически или как антиох, духовно, путем так называемой эллинизации, то есть нашего полного отказа от иудаизма и замены иудейских обычаев, религиозных и культурных, греческими. Но по милости и верности Господа Бога нашего, ни у кого из них действительно ничего не вышло, и это вполне достойный повод порадоваться и повеселиться. Но шевод в этом отношении отличается. Он не устроен по этому стандартному сценарию, и когда мы в этот день поедаем всякие молочные вкусности, типа чизкейка и других молочных продуктов, мы не вспоминаем провал какого-то очередного антисемитского заговора. А что же в таком случае мы все-таки празднуем? Есть такой вопрос. Ответ на этот вопрос зависит от того, чем вы руководствуетесь. В первую очередь вы руководствуетесь главным образом еврейской традицией или же священным писанием. «Традиция наша говорит, что в этот день на горе Синай Господь Бог даровал нашему народу, народу Израиля, свою Тору». Причем как письменную утверждает традиция, как письменную Тору, то есть пятикнижие Моисеева, первые пять книг Библии, так и устную, то есть саму собственно традицию. И в то же время сама письменная Тора говорит, что праздник Шевод — это праздник первых плодов. В 23 главе книги Ваекра, книги Левит, написано, что в этот день нужно принести Господу приношение в виде двух хлебов — караваев, если так можно выразиться, испеченных из муки нового урожая. Эти хлеба называются хлебами первого плода. И таким образом сам праздник по сути своей сельскохозяйственный. Народ видит, что появляются первые колосья, которые свидетельствуют о том, что год будет урожайный, то есть в принципе, что будет хлеб. И это прекрасный повод для благодарности Господу за его милость, потому что это он, как говорится в традиционном еврейском благословении, «Амуци лехем мин ха арец» выводит хлеб из земли. Его мы благодарим каждый раз за это, и особенно, когда мы видим признаки того, что в этом году у нас будет жатва, у нас будет урожай, у нас будет хлеб. Вот это то, что написано в Торе. Теперь, чего там не написано, что тоже важно знать. А нигде в Торе или вообще в Танахе, то есть ни в пророческих книгах, ни в Ктувим, в писаниях, не написано, что Израиль должен праздновать дарование Торы. То есть заповеди праздновать дарование Торы нигде в священном писании нет. Там нет тоже и запрета, можно сказать, верно, но нет и заповеди также. Это то, что я хочу подчеркнуть. Это с одной стороны. С другой стороны, как я уже сказал, традиция еврейская говорит, что главный смысл праздника Шивот — это не первые плоды, как сказано в письменной Торе, а дарование этой самой Торы, как письменной, так и устной. Не странно ли это? Если праздник дарования Торы был установлен самим Господом Богом, то, казалось бы, почему он не сказал об этом открытым текстом? Ведь для всех остальных так называемых праздников Господних, не только для Шивот, но и для Песоха, и для осенних праздников, 23 глава книги Левит указывает четкую дату. То есть, какой-то день, такого-то месяца, и там совершенно нет никакого места каким-то хитроумным ухищрением с вычислениями дат этих праздников. То есть, когда была именно дана Тора, можно, может быть, установить, но почему-то в случае с Шивот, так же, как и с другими, как я уже сказал, все очень четко. Не нужно ничего больше вычислять. Более того, если уже написано черным по белому, причем не где-то, а в самой Торе, что праздник связан с начатками урожая, то кто имеет право отодвигать вот эти слова самой письменной Торы на задний план? Вопрос риторический. Чтобы понять, что могло подтолкнуть наших мудрецов к проделыванию вот такого фокуса, давайте учтем три фактора. Первый — это достаточно вольное обращение с текстом Торы, которое позволяли себе наши некоторые книжники и фарисеи еще во времена Ешуа. Говоря о вольном обращении, я имею в виду не точное обращение с текстом при его цитировании, например, невольный способ цитировать. Я имею в виду чтение этого текста через призму собственных традиций и истолкований. На практике такое превозношение собственных идей над Священным Писанием приводило к его упразднению, в чем, собственно, Ешуа и обвинял некоторых из этих товарищей. В седьмой главе, например, Евангелия от Марка есть очень яркий пример вот такого явления. Ешуа говорит некоторым книжникам и фарисеям, «Вы держитесь за людские предания, а заповедь Бога отбрасывайте. Как ловко вы отменяете заповедь Бога, лишь бы соблюсти свои предписания», — продолжал Иисус. Вот, например, Моисей сказал, «Почитай отца и мать», и оскорбивший отца или мать карается смертью. А что, говорите вы, если скажет человек отцу или матери «карбан», то есть предназначено Богу, то, что ты мог бы получить от меня, то вы уже ничего не разрешаете ему сделать для отца или матери. Своим преданием вы отменяете слово Бога и еще много чего делаете в том же роде. Думаю, что на самом деле все мы делаем нечто подобное в той или иной мере. Надеюсь, что несознательно. Но к тому же в случае с Шивот произошла все-таки не полная отмена заповеди, а подмена ее основного смысла. Но и в этом тоже нет ничего хорошего, на мой взгляд. Так или иначе, привычка ставить устную Тору или традицию над письменной вполне могла, привычка которой, как мы видим, уже была во времена Ешуа, цвела пышным цветом, она вполне могла способствовать такой подмене понимания смысла праздника Шивот. Это первый фактор, который, возможно, внес свой вклад. Второй. Разрушение храма в 70-м году н.э. Это была колоссальная трагедия, национальная и религиозная. Эти вещи нельзя разделить. Эта трагедия имела самое прямое отношение к празднованию праздника Шивот, поскольку Тора предписывает на Шивот совершать определенные жертвоприношения. Специальные. Где? Конечно же в храме. Туда приносить также нужно было первые плоды урожая в храм. И после разрушения храма все это стало невозможным. Ни жертвоприношения, и не только в Шивот, а в принципе, никогда больше нельзя было приносить жертвы, совершать жертвоприношения. И, соответственно, если раньше у иудаизма было два центра, Иерусалимский храм и синагога в каждом городе, то теперь остался только один центр тяжести, синагога. И, опять-таки, вместе с разрушением храма и уничтожением всей системы жертвоприношений, намного больше еще возросла важность Торы и, соответственно, роль ее переписчиков, толкователей и учителей. Это тоже нужно учесть. Ну и третий фактор — это христианство, которое начало оформляться в самостоятельную религию уже после разрушения храма. Христианская традиция придавала празднику Шивот очень большое значение. Этот праздник для христиан стал ни много ни мало днем рождения церкви. И, соответственно, наши мудрецы, которые понимали, что христиане, говоря о церкви, имеют в виду новый Израиль, подменивший собой церковь, наши мудрецы, вероятно, почувствовали необходимость выдвинуть какой-то противовес этому новому и совершенно чуждому им христианскому пониманию Шивот. Точно, конечно же, установить, когда именно появилось понимание Шивот как праздника дарования Торы — это трудно. Но в любом случае вопрос, как же относиться все-таки к этому празднику нам, мессианским евреям. За всю Одессу говорить трудно, и поэтому я обозначу свою собственную позицию, а уж вы решайте, принимать ее или нет. Что с ней делать? Я, прежде всего, хочу сказать, я не отвергаю еврейскую традицию целиком и полностью. Почему? Потому что многое в ней, во-первых, основывается на Священном Писании, и, во-вторых, потому что именно ей, именно еврейской традиции, мы обязаны в значительной степени нашим выживанием как народа. Тем не менее, я призываю к ее критическому осмыслению. Для меня все-таки на первом месте стоит Священное Писание, а все остальное на втором, третьем и четвертом. И поскольку письменная Тора не заповедует праздновать дарование собственное, то я не считаю, что мы обязаны это делать, с одной стороны. А с другой стороны, в еврейской традиции уже есть веселый праздник, Симхат Тора, который называется Радость Торы, он отмечается осенью, и в этот день в синагогах завершается один годичный цикл чтения Торы, и начинается следующий. Поэтому вот это, по-моему, замечательный способ лишний раз напомнить себе о важности, о фундаментальной роли даже, можно сказать, Торы в нашей жизни как евреев. Что же касается христианской традиции, то ее, по-моему, тоже не стоит ни отвергать с порога, ни принимать безоговорочно. В конце концов, именно христианские богословы додумались до так называемой теории замещения, из которой выросли всевозможные обвинения в адрес еврейского народа, взятые на вооружение, в самом прямом смысле этого слова, и крестоносцами, и погромщиками, и Гитлером, и его сообщниками. Это причина, это наглядное доказательство того, что христианскую традицию нельзя принимать вот просто целиком в том виде, в котором она есть сегодня. С другой стороны, для меня Новый Завет — это абсолютно такая же неотъемлемая часть священного писания, как и Тора, и любая другая часть Танаха. Я не готов также одним махом перечеркнуть все, что было сказано и написано о Новом Завете христианскими комментаторами на протяжении последних двух тысяч почти лет. По-моему, это было бы просто очень глупо. Короче говоря, есть замечательный принцип — отделять мух от котлет. И я стараюсь применять его к обеим традициям, и к еврейской, и к христианской. Конечно, это кропотливый труд, но, по-моему, он того стоит. Это если говорить в общем. Теперь конкретно о Шевот. Суть этого праздника, как я ее понимаю, — это благодарность Богу за его обеспечение. Более конкретно за первые плоды, которые служат гарантией своего рода того, что будет и жатва уже во всей полноте, что будет хлеб. Теперь храм — это место выражения этой благодарности, а крова и различные жертвоприношения — это форма выражения благодарности, соответствующая месту, храму. Теперь что нам делать сегодня, когда храма нет? Суть праздника, по-моему, от этого не поменялась. Мы по-прежнему должны быть благодарны Господу за землю, которую он дал нашему народу, и за плоды, которые он произращает из этой земли. А место же и форма выражения нашей благодарности должны быть, естественно, уже другие. То есть, если говорить о месте, то, по-моему, это прежде всего наши семьи и общины. А форма вполне может быть традиционно еврейской, то есть молочные блюда. При этом, по-моему, мы совсем не обязаны верить в то объяснение, которое этому обычаю, то есть молочным блюдам, дает еврейская традиция. Мы живем среди своего народа, и я, на мой взгляд, до тех пор, пока наши важнейшие убеждения не расходятся с традицией, можно с ней и не порывать радикально, но тем более, что, в общем, чизкейк не становится вкуснее от того, что ты будешь, поедая его, верить в то, что твои древние древние предки, только что отошедшие от горы Сина и получившие заповеди, ничего мясного в этот день не ели, ели только молочное. И чизкейк тот же самый не станет менее вкусным, если ты в это не веришь, если уж так прагматически подходить к делу. Однако на этом для нас, для мессианских евреев, шивот не заканчивается, потому что мы не просто евреи, поедающие молочные вкусности с благодарностью Господу Богу, но мы мессианские также евреи при этом. И, соответственно, то, что сделал мессия Иешуа в праздник шивот, в последний год своей жизни на земле, для нас тоже очень важно. Поэтому, говоря о шивот, мы не можем обойти стороной книгу «Деяний апостолов». И сюжет ее начинается уже после воскресения Иешуа из мертвых, и там автор в этой книге пишет, что воскресший Иешуа на протяжении сорока дней являлся своим ученикам. И он беседовал в течение этого времени с ними о том же, о чем он проповедовал, учил и вообще говорил все время, еще до своей смерти, то есть о царстве Божьем. Если мы прочитаем с вами четвертые и пятые стихи из первой главы книги «Деяний», то там написано вот что. «Однажды, когда они вместе ели, он велел им не покидать Иерусалима. Ждите обещанного отцом дара, о котором вы от меня слышали. Иоанн омывал водою, а вы вскоре будете омыты святым духом». В синодальном переводе говорится о крещении, не об омовении, а о крещении. То есть Иоанн крестил водой, а вы будете крещены святым духом. Если вы член харизматической или пятидесятнической общины, церкви, то я хочу спросить вас, как бы вы отреагировали на такое предсказание, если бы один из лидеров общины, к примеру, к вам подошел как-нибудь после собрания и сказал, я думаю, на следующем собрании «Господь крестит тебя святым духом». Я подозреваю, что в любом случае вы отреагировали не так, вы бы отреагировали не так, как отреагировали ученики Ишуа, услышав такое предсказание, потому что их реакция была следующая. «Господь, не в это ли время ты восстановишь самодержавие в Израиле?» Восстановишь самодержавие в Израиле? Что это вообще за вопрос такой? Многим христианам сегодня он кажется очень странным. Кстати, а почему он кажется таким вот странным? Может быть, апостолы действительно ляпнули очередную глупость, за которую Ишуа отчитал их, услышав эту глупость? Ведь он имел обыкновение отчитывать их за разные вещи, которые они вот так вот могли сболтнуть, не понимая, что говорят. С разговора на эту тему начнется наша следующая программа о празднике Шивот. Спасибо. Шалом. Мессианский центр «Возвращенные на Сион» из Израиля ставит перед собой цель рассказать Израилю о мессианстве Ишуа, а также передать свежее послание из Сиона. Присоединяйтесь к нам и следите за нашими обновлениями на сайте www.azisdefismedia.tv Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова